Это большая опасность, то о чем вы сейчас говорите, она сочленена вступлением России в ВТО, против которого мы также жестко выступаем, потому что это откроет именно вход в наши рынки западных транснациональных корпораций, которым конкуренция России не в области точно машиностроения технологических производств, не в области вооружения не нужна. А мы сейчас пока еще держим второе место на мировых рынках по продаже техники вооружений, хотя уже нанесены сильные удары по нам в результате потери наших постоянных партнеров. Это Ливия, сейчас на очереди Сирия, другие страны арабского мира. Это существует, например, как завод Ижмаш, часть активов была выведена в Ашура, были созданы частные предприятия, потом ФСБ занималось этим вопросом. Но вопрос связан с тем, что проведя такую политику галтелой приватизации, мы фактически теряем национальный суверенитет страны. И вот, например, вам самый последний пример. У нас в области производства патронов и снарядов 6 предприятий. Из них 5 частных. Одно только государственное. Когда частные предприятия по линии Минобороны, других наших ведомств обращались с определенной последовательностью выполнения функций по поставке патронов, гильз, а патроны от них уже рассчитывается потом составляющая любого вооружения, частные компании, которые стали уже их перепрофилировать, стали некоторые вещи блокировать. Сейчас встает вопрос о том, чтобы уже использовать всю мощь государства, потому что, чтобы не оказаться в случае новой войны, как в 2014 году, в Первом мировой, без патронов, ввести их в единый вертикальный холдинг, который бы работал по единым заказам со стороны государства, с учетом разработки новых патронов, новых средств доставки. И вот это та же проблема, потому что все отдали бесконтрольно в руки частника, а западные компании, да и просто наши частные компании, исходя не из государственных соображений, а из личной частной выгоды, покупали за копейки в период чековой партизации эти предприятия, и сейчас мы получаем крайне разбалансированную систему. И вот в этой связи позиция Компартии, позиция нашего Комитета по промышленности, который разрабатывает постоянно программу модернизации отечественной промышленности, пункты, решения с тем, чтобы убедить правительство начать мобилизационный период и приостановить программу 2020, которая фактически, если она возобладает голоса тех либералов, которые в правительстве присутствуют, на ключевых многие постах, мы потеряем действительно наш суверенитет и в оборонно-промышленном комплексе, а этого нельзя допускать. Лобби, либеральное, западное лобби тоже до сих пор еще сильное, и оно указывает свое влияние. Но я думаю, президент, премьер и правительство должны понять, что или мы окончательно спилим сук, на котором сидим, поддаваясь на эти сиюминутные уговоры западных наших друзей в кавычках, или все-таки сохраним сильную, мощную страну, сильную, мощную Россию, которая сможет противоставить себя тому давлению. Потому что все понимают, с времен еще Российской империи, сильная Россия, сильное российское государство на Западе боятся, оно им не нужно. Они будут делать все, чтобы ослабить, какой бы режим здесь не находимся, какая бы политическая система здесь не находилась.